а что же такое диезы и что такое бемоли ну я уже говорил вам на прошлом занятии но давайте повторим давайте повторим вот наш веселый рояль состоящий из давайте пока одной октавы для удобства для быстроты рисования друзья мои мы с вами знаем с детства что нотные ноты на фортепиано бывают двух цветов белого и черного причем черные почему-то короче чем белые ну вот так вот сделано и мы с вами знаем что ноты белые клавиши белые они называются просто они называются до рэ ми фа со ля си да и мы с детства пробегая мимо пианино не можем устоять чтобы не сыграть вот эти самые доры ми фа со ля си до на рояль на пианино типовом 88 по моему клавишей и вот в каждой октаве по 12 клавишей по 7 белых и по 5 черных а вот как называется черные клавиши ну это знают те кто сталкивался с этим вопросом ранее да если быть еще более интригующим то не у всех нот есть диезы и бемоли вот так вот получается потому что смотрите вот здесь нет черные клавиши и между этими нотами тоже нет черные клавиши то есть у них нет диезов и бемоли давайте посмотрим что у кого есть ну начнем с до как обычно да да вот давайте здесь поставим диез а здесь бемоль мы с вами говорили об этом на прошлом уроке но сейчас мы зайдем немного с другой стороны и так мы будем постоянно возвращаться уже пройденному несколько раз дабы посмотреть на предмет с одной стороны с другой стороны посмотреть его свойства такие другие свойства таким образом у нас из-за множества граней одного алмаза уже родится целый камешек целый флиант а вот смотрите мы с вами говорили о том что диез это повышение ноты на полтона то есть на один шаг значит чтобы чтобы получить до диез нам нужно от до шагнуть вверх один шажочек на полтона значит у до диез есть так а а чтобы получить бемоль от до ну вот здесь до правильно другой октавы начинается чтобы а до шагнуть получить бемоль надо шагнуть на полтона вниз один шажочек и попадаем мы уже не на черную клавишу она белую а убил это и так уже есть название тоже си значит бемоля у до нет ну строго говоря это не всегда верно потому что музыкальные академики народ скажем так загадочный и в некоторых случаях они умудряются писать такую нотную грамоту когда вместо ноты си пишется до бемоль сейчас уж даже не берусь вспомнить в каких случаях но где-то бывало где-то видел но нам сейчас нужно записать эту табличку для понимания того что происходит с нотками у кого есть бемоль у кого нет бемоля а заодно и проверить наши познания в английских лунных обозначениях нот да мы языком произносим но туда а пишем обозначение си помните да на первом занятии мы с вами писали соответствие обозначений английских тех самых кое нам показывает вот этот волшебный прибор под названием тюнер или настройщик вот он так резкость ну-ка настройся ну-ка настройся нам резкость тик 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 не хочет настраиваться ну я думаю что метро но тюнер мы все с вами видели все с вами представляем что это такое что это за страшный зверь и итак говорим р и пишем д да если в д бемоль и диез вот эта нота р и соответственно в обе стороны шагаем получаем черный клавишу да есть если уме диез вот но там и шагаем один шаг вверх и получаем фа то есть диеза нет нотка белая и так уже есть место занято от миша г я вниз стремясь получить бемоль и получаем его дальше но то фа вверх от нее у нас есть диез тот самый фа диез наш любимый а от фа вниз мы попадаем в ноту ми то есть нет бемоля у фа нет и так идя от ноты соль и вниз и вверх у нас есть черная клавиша значит есть и бемоль и диез от ноты ля мы также и вниз и вверх можем пойти значит есть и бемоль и диез и нота си у нас имеет только бемоль потому что си диез это есть нота до значит диеза у ноты си нет к сожалению нет еще одно наблюдение еще одно интересное наблюдение вот посмотрите есть по моему такой анекдот и к сожалению до конца и сначала до конца не помню но он рассказывает о том как первая скрипка со второй ругались во время концерта и первая скрипка второй говорила мы же все играем в соль бемоли а ты постоянно играешь фа диезе так вот смотрите друзья мои сударей и сударушки правильно ли ругала первая скрипка вторую скрипку за что ругала непонятно ведь соль бемоль и фа диез это одно и то же выходит что так выходит что и ля бемоль и соль диез это одно и то же ну и вот вам домашнее задание найти еще такие же такие же ноты у коих может быть двойное название так я надеюсь что вы сейчас я надеюсь что вы сейчас уже записали эту табличку перенесли свои тетрадочки а